Привет зрители канала Давай Лайма, я Эльдар Джарахов, если вы помните. Просто вы можете не помнить, так как я очень давно ничего не снимал для этого канала. А дело в том, что я был в диком запое, и у меня была депрессия, я не знал, что мне снимать. Я очень много пил, просыпался посреди ночи и кричал, «Да ребята, давайте снимать промокосины, это гениально!» Прибегал Ильич из соседней комнаты, давал мне лекарства, таблетки какие-то, и спун, чтобы поддержать меня, говорил, дружище, давай я попью эти таблетки вместе с тобой. Мы пили эти таблетки, ехали куда-то в клуб, танцевали до утра, тёлк, жарили, вообще клёво, время было, отличное лекарство. Хоббит, как настоящий мужик, не побрезговал и ставил мне клизму, представляете, клизму ставил. Сначала чем-то меня поил, я вырубался, просыпался утром, у меня очень сильно болела жопа, а если болит жопа, ну как бы, значит ставил клизму, очень толстая клизма у Хоббита. Вот, и ребята нянчились со мной, помогали мне не сходить с ума, но им это надоело, и со мной просто перестали общаться все. Теперь я живу на какой-то непонятной квартире, где висит ковёр на стене. Я живу на первом этаже и снимаю видео на подоконнике. На подоконнике стоит штатив с камерой, вот окно, проходит мимо школьники, первый этаж, видят меня, смеются, потому что я в трусах. Блядь, я имею право в трусах быть в своей квартире, чё сука смешного, блядь! Я схожу с ума, я не знаю, я решил, что я перестану пить, я перестал пить, я уже очень давно не пью, и решил взяться наконец-таки за видео, снимать больше видео радостных, весёлых, но пока я не знаю, какое мне шоу снимать, и, собственно, вместе с вами я попытаюсь найти какой-то формат для себя. Давайте начнём. Итак, прежде чем снимать своё великолепное шоу, я опирался на свою внешность. А какая у меня внешность? Я очень красивый, я самый красивый человек на ютубе, я знаю, можете не писать об этом. Я высокий, мускулистый, да и к тому же я православный. И, сходив в мечеть, я понял, что с моей божественной внешностью я должен снимать шоу с пикапом, что-то такое подобное. И, собственно, я его снял, и посмотрите пару фрагментов. Боже, я влюблён в эти глаза, в эти губы, руки, пальцы. Знакомым и мало, но хочу я сказать, ты будешь со мною ебаться. Тёлка, короче, я сегодня добрый нахуй и разрешаю тебе сделать пососачку моему хую, короче. Что ты наделала? Пожалуйста, по-братски верни обратно бороду, пожалуйста, я всё сделаю, пожалуйста, верни. Верни, делай обратно, пожалуйста, не идите. Охренеть! К сожалению, ни одного из участников не получилось завоевать сердце нашей прекрасной Юлии. Надеюсь, вы, наши маленькие зрители, извлекли из этого какой-то урок и всё-таки поняли, что лучше знакомиться в жизни, чем в интернете. Кстати, ты что делаешь вечером? Я ничего, а тебе советую сбрить твой мох с лица, да и руки от меня убери. Окей! Катись! У меня, знаешь чё? У меня вот таких тысячи! Я не понимаю, если честно, почему не получилось, ну да ладно. Я решил, Эльдар, сними-ка ты что-нибудь такое лёгенькое, на что всем нравится, что набирает кучу просмотров. И что я снял? Правильно, летсплей. Я позвонил своему другу Никите Черникову, и вместе с ним мы сняли летсплей на GTA 5 ещё осенью. Вы его не видели, никто не видел. Смотрите пару фрагментов. В камеру. Сай! Привет! Я снова Москва. Это наш друг. Так вот, у нашего русского персонажа я заметил татуировки. Покажи, Эльдар. И сделал предположение, что, наверное, он сидевший. Вот. И решил вспомнить несколько забавных загадок, которые загадывают на зоне тем, кто новенький в хате. И с Эльдаром мы решили устроить небольшой блиц-опрос. Начнём с того, что попроще. Итак, Эльдар. Ага, я готов. Есть два стула. На одном пике точёные, на другом хуидрочёные. На какой сам сядешь, на какой Саню посадишь. Ну, я знаю эту загадку и знаю ответ на неё, что нужно взять пики точёные и срезать хуидрочёные, но я посажу Сашу на два стула. Потому что на одном Саша не помещается. И это чистая правда, надо сказать, друзья. Отсняли мы, в общем, летсплей, но поняли, что это слишком сложно для нас. Куда проще записывать и придумывать песни. Это же может делать каждый. И, собственно, поэтому, как бы я не снимаю летсплеи, как это делают талантливые люди, а пишу песни, как бездарный хуисос. Потом я подумал, что у меня достаточно большая аудитория в интернете. Как минимум 50% этой аудитории несовершеннолетние, неопытные ребята. И я могу их многому научить. И так я снял своё шоу с ответами на ваши вопросы. Всем привет, меня зовут Эльдар Джарахов. И я буду давать вам советы, ведь вы ещё маленькие. И впереди вас ждёт взрослая, тяжёлая, ужасная жизнь. Меня, может быть, тоже. Но я старше вас, и поэтому какие-то советы я всё-таки могу вам дать. Итак, Алексей Шубанов пишет. Эльдар, я очень сильно привязался к девушке и очень боюсь её полюбить, потому что она та ещё, сука. Скажи, что мне делать? Лёха, любовь это больно. Больно это говно. Это значит, что любовь это как говно. Поверьте мне, я проходил через это и не раз. Да, конфетно-букетный период это очень клёво, если, конечно, конфеты хаваешь ты, а букет не на твоём пенисе. Поначалу кажется всё таким волшебным, и кажется, что это навсегда, но потом вы начинаете ссориться, ты начинаешь страдать. Вы расстаётесь, ты страдаешь ещё больше, пьёшь, сходишь с ума, начинаешь снимать видео про красные макосины, становишься популярным и богатым. Кстати, неплохо. Так вот, если ты хочешь избавиться от этого мешка на своей спине, в котором сидит девушка, я помогу тебе, дав тебе пару годных советов. Давай начнём. Первый способ, и он проверен уже давно, просто представь, как она срёт. Если у тебя не получается, я помогу тебе. Итак, твоя девушка садится на толкан и начинает пердеть. Если в квартире кто-то есть, она включает воду в раковине или в ванной, чтобы никто не слышал, какие звуки издаёт её жопа, из которой она срёт. Срёт говном. Так вот, она пердит. И из той дырки, в которую ты так хочешь запихать свой пипихандр, но она пока не готова вылазить дерьмо. Настоящее коричневое. Может даже жижа. Оно воняет, воняет говном. Фу. Кстати, теперь ты понимаешь, почему она не готова к анальному сексу? Потому что она срёт. Фу. Бросай её. Если тебе не помог первый способ, то есть второй. Блять, серьёзно, представь, как она срёт по-настоящему, вот дерьмо. Блять, она нихуя не принцесса. Я, конечно, всё понимаю, что это естественно и нормально, но я, блять, тебе пытаюсь помочь. Просто представь, как она какает. Фу. Ну и третий способ. Если ты влюбился в девушку, но понимаешь, что тебе с ней будет плохо, и она совсем не твоё, попытайся отвлечься. Тебе всегда в этом помогут твои друзья, если они, конечно, настоящие друзья. Попробуй отвлечься с тёлками, которые так на один вечер, на одну ночь, и не думать о той, ком ты сомневаешься. Ведь первое впечатление, оно всегда самое правильное. И если ты думаешь, что вот она шлюха, но ты влюбился в неё, она исправится, нет, такого не будет. Будет только хуже, поэтому не думай о ней. Но если тебе не помогли эти советы, то, блять, снова представь, как она срёт, ёб твою мать. Не знаю, как вам, мне не очень понравилось. Получилось как-то так. Но, знаете, я думаю, мне сейчас простительно, потому что я только-только-только вышел из депрессии. Перестал пить и ищу себя в шоу. Я когда-нибудь, обещаю, когда-нибудь я сниму для вас что-то очень качественное, очень смешное. Но сейчас я просто ищу себя. И надеюсь, что вы меня поддержите, поставив этому видео лайк, рассказав друзьям. Также подписывайтесь на канал Давай Лайма, на мой канал. Так, извините. Да, Кирилл, привет. Алло, привет. Да, здорово, чувак. Слушай, ну я бросил пить, чувак. Да ладно тебе, хорош. У меня здесь есть зуб, поймем, бухла, тёлки, кокос. Тёлки, окей, я приду. Ага, да, в это херверсти, наебал себе бутылка спирта на двоих. А, ну, я бросил пить. Ладно, пока, подписывайтесь на канал, сейчас приеду. Ага, давай. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...